Развитие пауэрлифтинга в Полевском идет в правильном направлении, отмечали участники и их тренеры. Второй открытый городской турнир по пауэрлифтингу прошел на новом, более высоком организационном уровне. В этот раз в соревнованиях приняли участие 53 спортсмена, квалификация которых тоже была значительно выше, нежели год назад. Вот такие большие веса для нас поднимают. Допустим, присяд 240 был, это вообще у меня даже не грифт, не рассчитан был на такие веса. Он справился. Для второго раза достаточно неплохо. Есть какие-то общие моменты по регламенту, немножко отстаем пока. Но в целом организация хорошая. Видно, что люди, которые занимаются, организация турнира является патриотами нашего вида спорта, патриотами своей страны, альтруистами. Хотят организовать хороший турнир, чтобы спортсменам было очень удобно. Поэтому в целом организация очень хорошая. Для молодых пауэрлифтеров, многие из которых дебютировали на турнире, данные соревнования могут послужить трамплином к дальнейшим большим победам. Тут некоторые просто дебютанты, они никогда не участвовали на подобных соревнованиях с клопа «Адреналин». Даже сам директор пришел поучаствовать. Всегда, если человек выступает первый, второй раз, то есть он заряжается атмосферой и затем уже на последующих соревнованиях он ставит себе новые задачи, новые цели. То есть стремится к достижению новых результатов, кто-то для него из спортсменов будет являться стимулом. Поэтому это замечательно, конечно, да. В Полевской приехали очень сильные спортсмены, настоящие богатыри. И местным силачам было на кого равняться и с кого брать пример. Соревнования проходили как в троеборье, так и в отдельных видах. Жим штанги, лежа и становая тяга. При этом, выполнив норматив вплоть до кандидата в мастера спорта, спортсменам присваивали спортивные звания. В итоге в троеборье победителем стал Александр Давыдов. Он объективно самый сильный человек соревнований. В жиме штанги победу праздновал Андрей Ширенин, а в становой тяги не было равных Александру Быстрову. Параллельно с силовыми упражнениями проходил турнир по джиу-джитсу. В нем принимали участие 38 самых маленьких бойцов, которые соревновались в двух разделах – файтинг и неваза. Мы постоянно скручиваем с надежью. Они нас приглашают в участие с собой по кроссфиту. Один раз мы принимали участие по толканию штанги. У нас даже родители есть, которые принимали участие в первый раз. Смотрели, кто у нас за первое полугодие отработался хорошо. И дальше уже будем смотреть. У нас скоро будет намечаться турнир «Новичка» в «Березовском» каждый год. И повезем туда уже, кто прошел эту тапку. В итоге команда клуба «Тандем» завоевала первое общекомандное место. В их активе 11 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых медалей. Команда школы номер 20 стала второй. Клуб «Арго» на почетном третьем месте. Продолжение следует...